Легенды футбола добились успеха не только за счет своих физических качеств, а и к тому же благодаря интеллектуальным способностям. Топ игрока можно отличить от легенды по количеству качественных сезонов на высоком уровне. Учитывая, как быстро меняется футбол, адаптироваться к новым реалиям способен далеко не каждый. Тот, кто продержался на вершине до конца и заслуживает называться легендой. Впрочем, эти великие игроки могут сделать вклад в развитие футбола не только находясь на поле. Порой они становятся наставниками и тем самым показывают, насколько разносторонним является их талант. Совсем недавно бывший полузащитник Ромы Даниэле де Росси возглавил волков, сменив на своем посту Жозе Моринью. Итальянец уже сделал первые шаги на пути к прогрессу, и вся эта ситуация вдохновила нас на создание нового ролика. Гол 24 представляет вашему вниманию топ-10 легенд, которые вернулись в свои лучшие клубы в качестве тренеров и добились хороших результатов. Перед началом ответьте на вопрос, кто из них не возглавлял национальную сборную своей страны. Лоран Блан, Христо Стоечков, Марко Ван Бастен, Эусебио. Свои ответы вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Дженаро Гатуза, Милан Во время футбольной карьеры итальянский полузащитник считался одним из лучших опорников в мире. Оказавшись в Милане в 1999 году, Дженаро постепенно превратился в лидера команды. Золотые годы хавбэка прошли под руководством Карла Анчелотти. В этот период Гатуза выиграл с Россонери один чемпионат, две лиги чемпионов и Кубок Италии. Визитной карточкой полузащитника был агрессивный стиль игры, который противодействовал многим топ-футболистам. В составе Милана Гатуза провел 13 лет и покинул команду в 2012 году. Свой первый тренерский опыт итальянец получил в швейцарском Сьоне, где был играющим коучем. Затем Дженаро поработал в Палермо, греческом Офи, Пизе и в молодежке Милана. В 2017 году руководство Россонери приняло решение пойти на риск и назначить Гатуза главным тренером первой команды. Дженаро взялся за работу не в самый простой для Милана период. Россонери с 2013 года ни разу не смогли финишировать в серии А в зоне Лиги чемпионов. И перед Гатузой стояла очень сложная задача перестроить команду. С приходом итальянца игроки Россонери воспряли духом. В сезоне 17-18 под руководством Дженаро клуб смотрелся довольно неплохо, но не смог финишировать в топ-4 и ограничился шестым местом. В кампании 18-19 Милан был ближе к долгожданной цели, но соседи из Интера опередили Россонери на одну очко и забрали четвертую строчку. На фоне неудач команды в предыдущих сезонах приход Гатуза действительно взбодрил коллектив и вселил в болельщиков надежду. Хоть Дженаро и не смог достичь поставленных целей, фанаты сохранили приятные воспоминания с периода правления итальянца. Летом 2019 года Дженаро покинул Милан. Его следующим клубом стал Наполи, с которым Гатуза взял пока единственный трофей в карьере – Кубок Италии. Впрочем, в стане Портенопеи специалист больше ничего особенного не добился. В последние годы итальянец тренировал Валенсию и Марсель. В обоих случаях Гатуза столкнулся с провалом и быстро был уволен. Легендарный норвежец вошел в историю как нападающий с невероятным голевым чутьем. Оли Гуннер перебрался в Манчестер Юнайтед в 1996 году и в будущем смог стать одним из любимчиков сэра Алекса Фергюсона. Сульшер забил огромное количество голов после выхода на замену. Пожалуй, свой важнейший подобный мяч норвежец положил в финале Лиги Чемпионов 1999 года против Мюнхенской Баварии. К 91-й минуте немцы лидировали с минимальным счетом 1-0, но МЮ восстановил паритет усилиями Тедди Шерингема, а спустя две минуты Сульшер забил победный гол и принес Юнайтед европейский титул. Оли Гуннер задержался в Манчестере до 2007 года и за 11 лет выиграл с командой 6 чемпионских титулов АПЛ, 2 Кубка Англии и 1 Лигу Чемпионов. В 2008-м Сульшер начал тренерскую карьеру, возглавив резервную команду Манчестер Юнайтед. Спустя три года Оли Гуннер получил предложение от родного Мельди и за короткий срок выиграл с клубом 3 трофея, 2 чемпионства Норвегии и 1 кубок. В 2014-м Сульшер возглавил Кардив, но за несколько месяцев не смог спасти валийцев от вылета в чемпионшип и вернулся в Мельди. Возвращение в АПЛ Оли Гуннеру пришлось ждать вплоть до 2018-го. В этот момент к норвежцу совершенно неожиданно обратился Манчестер Юнайтед, который уволил Жозе Мауринью. Бывший нападающий Манкунианцев согласился взять на себя роль временного тренера. На момент прихода Сульшера Юнайтед занимал шестое место в турнирной таблице АПЛ. Приход Сульшера в первый момент оживил игроков, благодаря чему Манкунианцы выдали впечатляющую победную серию и даже прошли ПСЖ в 1-8 финал Лиги Чемпионов. Правда, со временем эйфория подошла к концу и команда сбавила обороты. В четвертьфинале Лиги Чемпионов МЮ вылетел от Барселоны, а в чемпионате финишировал все же на шестом месте. Зато кампания 19-20 сложилась для Юнайтед намного лучше, и клуб вернулся в Лигу Чемпионов, закончив сезон на третьем месте в чемпионате. Прогресс под руководством Сульшера продолжился и в кампании 20-21. В этот раз команда финишировала на втором месте и дошла до финала Лиги Европы, где, к сожалению, уступила Вильяреалу в длительной серии пенальти. Начало сезона 21-22 Сульшер провалил. После 12-го тура красные дьяволы шли на восьмом месте в АПЛ. Руководство пришло к выводу, что игроки прекратили расти под руководством Оли Гуннера, и норвежец в итоге был отправлен в отставку. Хоть тренер и не выиграл у руля МЮ ни одного трофея, под его началом команда регулярно добывала результат в матчах против топ-клубов, а также показывала вполне неплохой футбол. Фрэнк Лэмпорт, Челси Один из лучших полузащитников в истории английского футбола начинал карьеру в Вестхэме, но в стане молдобойцев не ценили его талант. Ховбек обвиняли в том, что он проходит в стартовый состав по блату, ведь главным тренером молдобойцев был родной дядя Фрэнка Харри Рэднапп. Летом 2001 года Лэмпорт перешел в Челси, и в этом клубе сполна доказал, что является великим футболистом. Спустя 13 лет Фрэнк покинул Челси в статусе лучшего бомбардира в истории команды с 211 голами. Англичанин по сей день является шестым лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Это при том, что в первой двадцатке этого списка числятся исключительно нападающие. Лэмпорт выиграл с Челси три чемпионских титула АПЛ, Лигу чемпионов и шесть кубковых трофеев. Исходя из всего перечисленного, вряд ли у кого-то могут быть сомнения в том, что Фрэнк является важнейшей фигурой в истории синих. Как бы там ни было, в 2018 году англичанин начал тренерскую карьеру. Дерби Каунти, который выступал в чемпионшипе и находился далеко не в лучших финансовых кондициях. В единственном сезоне у руля Дерби Лэмпорт прыгнул с командой выше головы и дошел до финала плей-офф. До повышения в Премьер-лигу баранам не хватило всего одного шага, ведь Астон Вилла оказалась сильнее в решающем матче. Летом 2019 года Челси лишился тренера, ведь Маурицио Сайри принял решение возглавить Ювентус. Клуб хоть и квалифицировался в Лигу чемпионов, но зато наложенный трансферный бан и уход лидера Эдена Азара отпугивал всех топ-тренеров от прихода на Стэнфорд-Бридж. В конечном итоге Лэмпорт получил работу в Челси и в первом сезоне справился с ней более чем достойно. Из-за трансферного бана наставник решил сделать ставку на молодых воспитанников, которые полностью оправдали ожидания. Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Фикая Атамори и многие другие прилично провели дебютный сезон в высшем дивизионе Англии и помогли своему клубу финишировать в топ-4. Также Челси дошел до финала Кубка Англии, где сильнее оказались соседи из Арсенала. Летом 2020 года Лэмпорт получил 247 миллионов евро на усиление. После прихода новичков Челси вместо ожидаемого прогресса столкнулся с застоем. В январе 2021 команда располагалась на девятом месте ВПЛ и руководство в итоге приняло решение уволить Лэмпорда. По иронии судьбы, пришедший вместо Лэмпорда Томас Тухель уже спустя пять месяцев привел Челси к победе в Лиге чемпионов. Немец утверждал, что Лэмпорт сыграл большую роль в построении команды, но многие оставили эти слова без внимания. Весной 2023 года Фрэнк неожиданно вернулся в Челси на роль временного тренера команды. Коллектив пребывал в огромном кризисе, поэтому приход нового наставника ничего не смог изменить. Лэмпорт смог добыть всего одну победу в ВПЛ и бесславно ушел после финиша в 12-м месте. Учитывая, что даже Маурисио Почеттино ныне идет с синими на десятой строчке, вряд ли на Лэмпорде лежит большая вина за результаты. Хави Барселона Воспитанник Сини Гранатовых дебютировал за родной клуб в конце 90-х, но смог выйти на пиковый уровень уже в 21-м веке. Хави зарекомендовал себя как одного из лучших полузащитников мира. Хавбек обладал уникальным видением поля, о чем говорят 185 ассистов в 767 матчах за команду. В составе Барселоны Хави смог выиграть немыслимое количество трофеев. Четыре лиги чемпионов, восемь чемпионатов Испании и три национальных кубка. В 2019 году испанец завершил карьеру в составе катарского Альсада. И после того, как повесил бутсы на гвоздь, сразу же начал тренерскую карьеру. Хави пару сезонов работал наставником того же Альсада и за проведенный период в Катаре смог произвести хорошее впечатление. Осенью 2021 года бывший полузащитник Барселоны согласился возглавить каталонцев в очень трудный момент. На момент прихода Хави клуб только что пережил уход Лионели Месси, испытывал огромные проблемы с финансами, находился на грани позорного вылета из лиги чемпионов на стадии группового этапа, а в таблице Ла Лиги располагался на девятом месте. Приход Хави постепенно смог вдохнуть в команду новую жизнь. Каталонцы не смогли избежать вылета из лиги чемпионов, но зато в чемпионате очень быстро преобразились. Команда выдала впечатляющую победную серию и поднялась с девятого на второе место в турнирной таблице. Под конец сезона Барселона надеялась побороться за чемпионство, но отставание от мадридского Реала оказалось слишком большим. Зато в сезоне 22-23 подопечные Хави достигли цели и неожиданно выиграли чемпионат, находясь при этом в трудных условиях. Золотые медали Ла Лиги стали для каталонцев первыми с 2019 года. Также в этой кампании Барселона выиграл Суперкубок Испании, но общая картина была немного омрачена очередным вылетом из лиги чемпионов на стадии группового этапа. В нынешнем сезоне Барселона под руководством Хави немного забуксовала. Летом руководство потратило на трансферы всего 3 миллиона евро. Сейчас команда отстает в чемпионате от лидирующего Реала на 8 очков. В Вильбао, а в Суперкубке проиграли с разгромным счетом тому же Реалу. В конце января Хави заявил о том, что принял решение покинуть Барселону в конце сезона из-за усталости. Как бы все не сложилось в дальнейшем, испанцу стоит отдать должное за вклад в развитие команды в последние сезоны. Тем более тренер находился действительно в тяжелых условиях. Посмотрим, как Хави закончит свое пребывание во главе сенегранатовых. Шансы на громкий уход вполне есть, ведь клуб все еще участвует в Лиге чемпионов. Микель Артета. Арсенал. Воспитанник Барселоны в свое время не смог заиграть в каталонском клубе. В начале нулевых испанец скитался по разным клубам, включая ПСЖ, шотландские Рейнджерс и Реал Соседат. После трансфера в английский Эвертон в 2005 году полузащитник наконец смог найти пристанище на долгий срок. В составе Ирисек Микель отыграл 6 лет, после чего получил повышение и перебрался в более сильный клуб АПЛ – Лондонский Арсенал. В стане канониров Артета отыграл 150 матчей и смог завоевать 2 Кубка Англии. Болельщики за 5 лет очень полюбили Микеля, который зарекомендовал себе как очень преданного и трудолюбивого футболиста. В 2016 году Артета закончил профессиональную карьеру и сразу же отправился работать ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер-Сити. Испанец помог горожанам выиграть 2 чемпионских титула АПЛ, а затем ушел за первым тренерским опытом в карьере. Арсенал пытался назначить Артету на протяжении длительного времени, но это наконец стало возможным в декабре 2019 года. Микель принял канониров, когда они шли в середине таблицы. В первые полгода испанец не добился ничего особенного в чемпионате, но зато выиграл с команды Кубок Англии. Во второй кампании прогресса тоже не последовало, ведь Арсенал финишировал восьмым. Когда сезон 21-22 начался для канониров с трех поражений подряд, Артету уже активно отправляли в отставку. Тем не менее, руководство решило проявить терпение и поступило очень правильно. В кампании 21-22 Арсенал наконец совершил прорыв и начал показывать отличный футбол. Команда лишь под конец сезона упустила место в ТОП-4, но в целом смотрелась очень качественно. В последующие годы прогресс канониров продолжился. В прошлом сезоне Арсенал большую часть времени лидировал в таблице, но под конец уступил чемпионский титул в Манчестер-Сити. Так или иначе, канонеры вернулись в Лигу чемпионов впервые с 2016 года, что не могло не радовать болельщиков. В настоящий момент Арсенал вновь борется за чемпионский титул АПЛ и сохраняет шанс на победу в Лиге чемпионов. Это и медали Премьеры Лиги Канонера отстают от первого места на два очка по потерянным. Посмотрим, смогут ли подопечные Артеты завоевать титул в этот раз. Антонио Конте – Ювентус Бывший полузащитник Старой Сеньоры оказался в команде в 1991 году. Благодаря своему трудолюбию и лидерским качествам, Антонио в будущем стал капитаном туринской команды и завоевал любовь туринской публики. В составе Ювентуса Конте выиграл Лигу чемпионов, пять чемпионских титулов серии А, один кубок и четыре суперкубка Италии. Полузащитник провел за Бьян Канери 419 матчей и в 2004 году завершил профессиональную карьеру. Начав тренерскую деятельность, Конте поработал на родине в таких клубах, как Сиена, Ореццо, Бари и Аталанта. В 2011 году руководство Ювентуса приняло довольно рискованное решение пригласить Антонио на пост наставника. На момент прихода итальянца команда закончила чемпионат на седьмом месте и давно не знала, что такое Скудетто. В первом же сезоне Конте провел настоящую революцию и неожиданно для всех выиграл чемпионат. Итальянец построил команду из игроков, в большую часть из которых мало кто верил. Например, тот же Андреа Пирло был списан со счетов после ухода из Милана. Но под руководством Конте полузащитник засиял новыми красками. Ювентус под руководством Антонио уверенно взял чемпионат и в последующие два сезона. Особенно запоминающаяся получилась победа в компании 13-14, где Ювентус набрал рекордные 102 очка. Летом 2014 года Конте рассорился с руководством и покинул старую сеньору, но команда продолжила побеждать и без него. Антонио в будущем успел выиграть АПЛ во главе Челси, а в 2019 году вернулся в серию А и возглавил Миланский Интер. К сезону 2021 гегемония Ювентуса в чемпионате продолжалась, но в итоге ее прервал тот же человек, который все начал. Конте уверенно взял Скудетто в 2021 году и не позволил Ювентусу выиграть 10-й титул подряд. Хотя старая сеньора в той компании не боролась за первое место, но и с трудом проскочила в топ-4. Диего Симеоне. Атлетика. Аргентинский полузащитник в качестве футболиста дважды переходил в мадридскую команду. Первым коллективом хавбэка в Испании была Севилья, но в 1994 году Диего перешел в Атлетика и провел там три сезона. В этот период Эль Чоло выиграл с клубом чемпионаты Кубок Испании. С 1997 по 2003 год Симеоне выступал в серии А в составе Миланского Интера и Римского Лацио, после чего вернулся в Атлетика. В этот раз футболист задержался в стане матрасников всего на один сезон и не выиграл ни одного трофея. В 2005 году Симеоне уехал на родину и подписал контракт с Рассингом, где завершил карьеру спустя один сезон. Сразу после ухода из большого футбола аргентинец начал тренерскую деятельность. Эль Чоло успел поработать в ряде клубов на родине, а также в итальянской катании. Летом 2011 года Диего вернулся в Рассинг, но уже в декабре подал в отставку по одной простой причине – к нему обратился мадридский Атлетика. Эль Чоло с радостью согласился возглавить матрасников и принял, пожалуй, лучшее решение в своей жизни. В первом же сезоне Симеоне привел Атлетика к победе в Лиге Европы, а в следующей кампании выиграл Кубок Испании. Розыгрыш Ла Лиги 13-14 обернулся настоящей сенсацией, ведь Симеоне в период гегемонии Реала и Барселона умудрился привести Атлетика к победе в чемпионате. Более того, в том самом сезоне матрасники дошли до финала Лиги Чемпионов, где команда лишь на последних секундах уступила трофей соседям из Реала. Спустя два года Атлетика вновь встретился со Сливочными в решающем матче самого престижного Еврокубка. Королевский клуб вновь оказался сильнее, только на этот раз в серии пенальти. На этом успехи Симеона во главе Атлетика не закончились. В 2018 году аргентинец выиграл для клуба очередную Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а в 2021 вновь сенсационно забрал чемпионат Испании. Диего продолжает тренировать Атлетика по сей день. В каждом из своих сезонов у руля матрасников аргентинец финишировал в чемпионате в ТОП-4 и обеспечивал место в Лиге Чемпионов. Симеона работает во главе Мадридского клуба уже почти 13 лет. Начальный этап аргентинца, конечно, был более эффектным. Сейчас команда уже не представляет из себя такую угрозу, как раньше. Но не стоит забывать, что матрасники регулярно выступают в Лиге Чемпионов. И именно Симеоне стал тем человеком, который вывел клуб в элиту европейского футбола. Карл Анчелотти, Милан Полузащитник выступал за Руссанери с конца 80-х по начало 90-х и успел провести в команде целых пять сезонов. В черно-красной футболке Карл отыграл 160 матчей и выиграл две Лиги Чемпионов – два чемпионата Италии, два Суперкубка Уэфа. Анчелотти завершил карьеру именно в Милане в 1992 году, после чего приступил к тренерской деятельности. Сперва Карл отработал три года в качестве ассистента наставника сборной Италии, а затем возглавлял такие клубы, как Риджина и Парма. В 1999-м Анчелотти стал коучем туринского Ювентуса, но за два сезона не смог добиться особого успеха. Свой следующий шанс Карл получил как раз у руля Милана, который назначил итальянца в 2001 году. Во главе Руссанери Анчелотти доказал, что является великим тренером. Наставник построил отличную команду, в которой выступали такие звезды, как Мальдини, Неста, Пирла, Гатуза, Кака, Шевченко, Зейдорф, Индзаги и Монтон. Во главе Милана Анчелотти выиграл один чемпионат, Кубок Италии, две лиги чемпионов. Этих трофеев могло быть и три, если бы Руссанери удержали победный счет 3-0 в стамбульском финале против Ливерпуля. Карло покинул Милан в 2009 году, после чего возглавил лондонский Челси. В будущем итальянец стал единственным тренером в истории, который выигрывал каждый из топ-5 европейских чемпионатов. Еще две лиги чемпионов Анчелотти покорились у руля Мадридского Реала, который специалист продолжает возглавлять по сей день в возрасте 67 лет. После ухода Карло Милан перестал быть командой, которую боялась вся Европа. Более того, Лига чемпионов, взятая в 2007 году, до сих пор остается последней в истории клуба. В июле 2001 года француз стал самым дорогим игроком в истории футбола. Ведь королевский клуб заплатил за него туринскому Ювентусу целых 77,5 миллионов евро. Обладатель золотого мяча 1998 года сходу доказал, что стоит своих денег. В первом же сезоне Зинадин помог Реалу выиграть Лигу чемпионов, забив потрясающий победный гол в финальном матче против Ливеркузенского Байера. Вплоть до 2006 года Зидан провел в сливочной футболке 227 матчей, где отметился 49 голами и 68 ассистами. Помимо Лиги чемпионов, француз также выиграл с клубом чемпионаты Суперкубок Испании. Зинадин покидал Сантьего Барнабеу в качестве легенды, но в момент ухода полузащитник не подозревал, что его история с Реалом еще не закончена. В 2013 году Зидан начал тренерскую карьеру и стал ассистентом Карла Анчелотти в стане сливочных. Чуть позже француз возглавил Кастилью и справлялся со своей работой вполне успешно. Когда в 2016 году руководство Реала приняло решение уволить тренера Рафаэля Бенитеса, испанца заменил именно Зидан. В оставшиеся месяцы сезона Зинадин помог команде выдать впечатляющую победную серию и выиграть 11-й в истории титул Лиги чемпионов. В кампании 16-17 Реал под началом Зидана защитил звание чемпионов Европы, а также завоевал золотые медали Ла Лиги. В 2018 году Зинадин привел Реал к третьей подряд побить в Лиге чемпионов, после чего покинул клуб по собственному решению. Так или иначе, это был еще не конец, ведь француз вернулся на тренерский мостик Сантьяго Барнабеу менее чем через год. Второй приход Зидана оказался не таким успешным, как первым. В Реале уже не было главной суперзвезды в лице Криштиану Роналду и игра команды нуждалась в перестройке. За два сезона Зинадин не добился успеха в Лиге чемпионов и ограничился одной лишь победой в Ла Лиге. Летом 2021 года француз принял решение покинуть сливочных, на этот раз уже окончательно. С тех пор Зинадин пока остается без работы и очень придирчиво выбирает новый проект. Кого возглавит трехкратный обладатель Лиги чемпионов в будущем, покажет только время. Воспитанник каталонского клуба выступал на Камп Ноу с 1990 по 2001 год. За этот срок полузащитник выиграл синегранатовыми кубок европейских чемпионов и целых шесть золотых медалей Ла Лиги. За 384 матча в футболке Барселоны Гвардиола отметился 11 голами и 52 ассистами, после чего покинул клуб в статусе легенды. Футбольная карьера Хосепа продлилась вплоть до 2006 года и закончилась в Мексике в составе Дорадос де Синалоа. Вскоре после пенсии Гвардиола решил попробовать себя в качестве тренера и получил возможность возглавить резервную команду Барселоны. Всего за один сезон испанец впечатлил руководство и очень быстро поднялся до основы. Именно Хосеп заменил Франка Райкарда, который летом 2008 года был уволен. Гвардиола привлек внимание руководство благодаря своему уникальному стилю игры в короткий пас, который получил название Тикитака. Испанец принял много идей у своего бывшего тренера Йохана Кройфа, под руководством которого выступал в Барселоне. В первом же сезоне во главе Синегранатовых Гвардиола неожиданно привел клуб к Треблу. Синегранатовые уверенно взяли чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Испании, сделав это в невероятно красивом стиле. Под руководством Гвардиолы свой лучший футбол начал показывать Лионель Месси, который с 2009 года раз за разом начал штамповать золотые мячи. Во второй кампании Гвардиола ограничился одной лишь победой в чемпионате, хотя каталонцы по-прежнему показывали отличный футбол. Зато в сезоне 10-11 Барселона оформила дубль, в очередной раз взяв Ла Лигу и Лигу чемпионов. К сожалению, кампания 11-12 стала для Гвардиолы последней на Камп Ноу. Гегемонию Синегранатовых в чемпионате прервал Мадридский Реал, а из Лиги чемпионов команда вылетела в полуфинале от Челси. Напоследок Хасеп взял с командой Кубок Испании, после чего отправился в годичный отпуск. Так, Гвардиола в качестве тренера не просто так является одной из величайших фигур в истории Барселоны. Дело даже не в количестве трофеев, а в том, насколько красивый футбол показывали Синегранатовые под руководством испанца. Не зря многие болельщики по сей день называют Барселону Гвардиолы лучшей командой в истории футбола. Хороший футболист – это вовсе не равно хороший тренер. В прошлом мы видели достаточно примеров, которые подтверждают эту мысль. Наставник должен не только уметь выбирать тактику на матч, в нем также должны присутствовать лидерские качества, чтобы контролировать раздевалку. Друзья, как вы считаете, кто из ныне играющих футболистов в будущем способен стать хорошим тренером? Напишите свои варианты в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого!